Морозово, Саймон, Игорь Настаева, это Black to White, шоу с черным перцем, это радио Energy, где не только выступают звезды, где не только приезжают звезды с живым концертом из разных стран мира, где появляются звезды, рождаются и зажигаются в наших вокальных проектах, которые мы периодически устраиваем в прямом эфире и в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru. Недавно завершился проект «Пою, где хочу». И в нем мог принять участие любой слушатель радио Energy. Для этого нужно было выложить видео «Как ты поешь в каком-нибудь необычном месте», поставить хэштег «Пою, где хочу», отметить аккаунт Energy Russia, и затем мы выбирали финалистов недели и затем окончательного финалиста проекта. А победители обещали запись трека с артистом лейбла Black Star Мишей Марвинем, и она стала, ее зовут Маша Кольцова, она певица, автор песен и композитор. И мы встречаем... Ребята записали песню, и презентация песни сегодня, прямо сейчас на радио Energy в прямом эфире... Миша Марвин и Маша Кольцова! Встречайте! Доброе утро всем! Здравствуйте! Мы соскучились! Мы тоже. Как же сложно рождаются песни! Как долго вы вынашивали? Почти как живого ребенка. Мы старались. Очень старались. Я надеюсь, чтобы это было красивое чувство. Так долго, чтобы вы изменились вообще? Постарели чуть-чуть или поволодели? Нет. И прическа, и макияж, и все. Да, мы, во-первых, вас поздравляем, что песня вышла. Мы были очень невероятно счастливы увидеть ее пост у Миши в Инстаграме, что вот эта песня наконец-то родилась, и ребята готовы ее представить, и сегодня вы обязательно ее споете. Но сначала, Миш, мы должны выяснить все о том, что было за стенами студии, и что было не выложено ни разу в Инстаграм. Расскажи нам, как наставник, трудно ли было тебе работать с Машей? Интересно ли было? Вообще нет. Вообще неинтересно? Такая наскучища. Получается, пристали демку на текст, текст написался буквально за секунду. То есть ты сам писал песню? Нет. Маша писала песню. Ну, она вот такая, писся на писся. Совместная работа, короче. Так, совместная работа. А как это делается? Вот вам пришло, вы утвердили, да, нам эта песня нравится, да, пошли в студию. И началась магия. Да, до студии сначала мы написали тексты. А потом рыбу, да? Да, потом уже... Муляж или рыбу, или как-то... Поняли, как это все пропевать нужно. А на студии мы уже пришли, чтобы зря не терять время и все быстро записать. Уже подготовлено. Маш, ну расскажи твои ощущения. Вот когда ты переступила порог, где студия была, в Блокстаре? Когда ты появилась вот на пороге этой студии, что у тебя было? Волнение? Или ты понимала, что сейчас я сделаю вот этот шаг, и, может быть, я буду звездой? Нет, волнения никакого не было, а когда мне прислали демку, мне сразу как-то она запала в душу, и текст, второй куплет, просто я написала сама текст. Он как-то прям вот как по маслу, знаете, так лег. Поэтому нет, на самой студии тоже была очень прекрасная атмосфера. Миша помогал мне, давал мне какие-то такие профессиональные советы, которые мне помогли очень. Мы же знаем, что Маша приехала из Архангельска. Это было давно. Давно, давно, да. Маша, расскажи, вот как изменилась жизнь после того дня, когда ты победила вот здесь и получила возможность записать этот трек с Мишей? Ну, во-первых, мне пришел, это же Энерджи, мне пришел прилив энергии колоссальный, вот, и как-то реально очень много сольных песен понаписалось тоже. А, и сольные тоже, да? Подписчики, конечно же, пришли, да, тоже. Ну, ты написала песни, они где-то можно послушать, они есть у тебя в интернете? Я периодически выкладываю там в сторис у себя в инстаграме какие-то демки, которые еще не изданы, которые, может, я спою сама, а может быть, кому-то продам. Окей. Ну, ладно, что мы все о музыке да о музыке. Маш, вот тебе вручили грамоту, ты стала победительницей, ты вышла из дверей студии ради Энерджи. Как Миша попросил твой номер телефона? Или вот так, через менеджеров чисто общались? Начинается уже. Ну, Миш, нам хочется какие-то подробности. Ну, или Маша попросила номер, может быть, она была инициатором. Честно сказать, у меня нет номера, Маша. Да ты что? Да. В инстаграмчике общаетесь? Своей девушке это расскажи. А зачем номер, если есть директ, да? Ну, мы так, мы на расстоянии чувствуем друг друга, понимаете? Да, абсолютно. Без номеров. И песня, кто слышал, все слышали этому подтверждение. Конечно, не слышали, вы ее еще не пели. Презентуйте на радио Энерджи, сейчас мы посмотрим вам в глаза во время этой песни. И все про вас поймем, деловой у вас союз или не очень. Кстати, впервые на Энерджи будет звучать эта песня. Впервые вообще на радио. И впервые ваше живое совместное выступление, я так понимаю. С дебютом нас, товарищи. Ребята, видео-трансляция у нас в инстаграме Энджи Раше, у нас здесь зрители. А уже, да? Да, хотите? Уже, да? Да, а что, нет? Начинаем. Да, потом уже и поговорим. Ребята, а уберите нам, пожалуйста, стулья, чтобы не мешали нашим артистам. Ой, там уже все играет. Давайте заново, что там играет? Заново, конечно. Ну, слова вы помните, как я понимаю, да? Нет? Ну и ладно, читаем с телефона, это же новая песня. Мишки головы. Это же можно, это можно. Как раз живага. Маш, ну давай, раз уж ты победительница проекта, представляй эту песню красиво, как будто ты работаешь на радио. Друзья, специально для вас Миша Марвин, Маша Кольцова. Ближе. Так песня называется. Мы просто ближе, станем друг с другом. Мы одинаково можем дышать. Всю нашу кровь, если перемешать с каким-то неземным чувством, особенным чувством. Мы ночью шепчем друг другу тише, желание, чтоб никто не услышал. И я прошу об одном, ты просто будь ближе. Ты только будь ближе, ближе ко мне, только будь ближе в этом огне. Только будь ближе. Ты только будь ближе. Ты только будь ближе, где-то внутри. Не знаю, как было бы, если мне ты. Ты только будь ближе. Ты только будь ближе. Ты только будь ближе. Я шепчу тебе тише, тише, боюсь, чтоб никто не услышал. И я прошу об одном, ты только будь ближе. Ты только будь ближе. Ты только будь ближе, ближе ко мне, только будь ближе в этом огне. Ты только будь ближе. Только будь ближе, ближе. Ты только будь ближе, где-то внутри. Не знаю, как было бы, если мне ты. Ты только будь ближе, ты только будь ближе, ближе ко мне, только будь ближе в этом огне. Только будь ближе, только будь ближе. Спасибо большое! Вам понравилось! Вот это так! Кайфово! Это первый раз волнительно опять песни, если честно. Даже наушники упали от такой энергии. Ну, все отлично получилось. А ты знаешь, как это называется? Химия, да? Между людьми и слушателями. Когда вот это есть, это очень здорово. Душевно вообще. Спасибо вам, отлично. Миш, теперь честно рассказывай. Насколько Машка капризная начинающая звезда? Да, потому что, на мой взгляд, в шоу-бизнесе женщинам сложнее. Потому что, когда они получают столько любви и славы вокруг, конечно, начинают сразу опаздывать. Это у нас. Вот, ужас, я тебе говорю. Давай мне, значит, джакузи в гримерку. Я вот это не ем, я на зоже. Вот это было все? Я пришел в гримерку, там красная окра, думал, мне нет, Маша. Маша! Это для чего? Для голоса? Да, смазать связку чуть-чуть, жирком рыбим. Маш, ну расскажи, как же тебе, не страшно ли тебе вступать в шоу-бизнес? Все ли, ко всему ли ты готова? Что-то Миша тебе рассказывал. Ведь это работа, это очень тяжелая психологическая работа. Конечно, я же понимала, зачем я приехала в Москву 9 лет назад. А уже? Поэтому всякие разные штуки уже, они происходили со мной на протяжении этих лет. Ну, какие штуки? И всяческие предложения контрактов разных. Через диванчик? Да не только. Даже есть контракт, где у тебя 0,1%, а остальные у продюсера. И такие разные, и диванчик, и креселка. Но ты ждала честного продюсера, честного музыканта, партнера? Конечно, я все это время честно шла и продолжаю идти к своей цели. Мне так интереснее, я думаю, что такой пусть он, пусть и дольше, но круче. Я уверен, что у него все было, она прям готова уже выступает, правда. Пишет, поет, выглядит. Красная игра, да, уже. Еще и после сама Винсти, да. В центр круга, и все. Ну, поэтому и хочется на вас посмотреть. Если все-таки случится клип на эту песню, то каким вы его себе представляли? Когда записывали, Илья, например, или когда пели сейчас? Может быть, это будет, если что-то случится, может быть, это будут две разные истории. Одна история зимная, другая летная, да? Нет, одна история Миши, другая история Маши. А, я понял. Миша Маши. А семейство Blackstar, как тебя приняли? Как ты себя нашла? Хорошо, очень тепло, очень круто. Не замучили советами-то? Они там все в шобах, конечно, тепло. Очень классные, вот в очередной раз убедилась, кто бы там что как-то не говорил. Вот, но нет, все круто. А кто заходил, когда вы писали? Да все заходили. Все заходили, да? Кто советовал, советовал, кто? Кто советовал? В очереди каждой заходил. Такое слово перефой, это тут поменяют форму. Не правда. Маш, ну у тебя уже есть свой райдер, как у артистки, чтобы вот когда тебя позовут на гастроли, там что-то, может, необычное, ты любишь цветы определенного цвета. Именно бытовой, да? Да, да, бытовой такой. Мне главное, на самом деле, чтобы была просто всегда вода. Нет, нет, подожди, ты же в Москве живешь, тебя на гастроли зовут какая вода? Ты что, нищая? Вода-то бывает разная. Есть вода за две копейки. Мы хотим подробностей. Значит, уже красная икра, мажорная вода. Нет, на самом деле, нет, про красную икра, это неправда. Мне главное, чтобы была вода, фрукты. Вот, я бывший сыроед, поэтому у меня привычки еще остались. Вот, оно уже хорошо, сыроедение. Причем фрукты такое... Было бы... Нет, уже я все ем, Миша. То есть фрукты экзотические, да? Дуриан, там, дрэгонфрут, там, да? Да хотя бы яблоки были. Не капризная Маша, зовите ее только, да? Здесь, видите, в эфире, говорит, водичка, яблоки, а в гримерочку пойдете сходить. Он говорит, я пришла с кашкой, знаете, такой, с трубочкой. Вот, начинается кашка, вот так вот и рождаются звезды. Но у Маши концерты, конечно, еще впереди. Миша, у тебя скоро, расскажи, у тебя какой райдер? Друзья, у меня очень важное для меня в жизни событие скоро произойдет. 18 мая, и некоторые уже знают и купили билеты. У меня первый в жизни мой сольный концерт, который пройдет в Москве, в концертном зале Москва. С наступающим! Спасибо большое. Очень ответственное для меня событие, и для этого я прошу поддержки всех людей, которые слушают мое творчество. Все, кто знает меня, придите, поддержите, послушайте и кайфоните вместе со мной. Обещаю, это будет очень душевно, красиво, кайфово. А есть ли шансы, что мы Машу там увидим? Я обязательно приду смотреть. А на сцену придет Маша? В зал-то, понятное дело. Не пускай ее на сцену. Нечего. Знаешь, она как, конечно... Честно, я уже теперь боюсь после увиденного гримерки, я боюсь приглашать, чтобы принесут там райдер нам такой. А вот скажите мне, друзья, артисты, вам в соцсети не мешают собирать залы потом на живых концертах, когда вы делаете уже презентацию песни в своем инстаграме, когда вы рассказываете все о том, как создавались хиты. Это же все не то. Это все не то. Все-таки все равно народ приходит, платит деньги за концерт, да? Конечно. Чувствуешь энергетику человека, и человек на сцене чувствует энергетику зала. Короче, такое сплетение душ, что ли, я не знаю, происходит на концертах. Значит, в соцсетях просто спойлеры, по факту. А чтобы посмотреть полную версию, да. А я бы сказала, что соцсети как раз помогают распределить вот эти классные песни массового поражения. Вот, знаете, так что соцсети, они помогают, да. Чтобы мы делали без соцсетей, я бы не сидела сейчас здесь. Абсолютно. Я даже в Алхангинске не был еще сам. Прикинь вообще, я очень хочу съездить. Да, там красиво, особенно зимой. Да, мы напомним про конкурс. Это конкурс назывался «Пою, где хочу». Эта идея была Миша Марвина. Мы помогали собрать ребят со всей страны, которые пели в необычных местах. Маша стала победительницей. Маша, ну теперь вот твоя очередь обратиться к слушателям радио Energy. И в инстаграме у нас трансляция Energy Russia. И потом скажи, где тебя найти, в инсте или как там? С тем, чтобы люди поверили в себя, чтобы люди понимали, что все это честно, и что у всех есть шанс осуществить свою мечту. Ребят, да, честно, до последнего не верила, что... Ну, все настолько будет честно, вот правда, положа руку на сердце. Поэтому участвуйте, да, и вообще используйте социальную сеть по максимуму. У меня есть очень много друзей, которые занимаются творчеством, круто поют, прикольно даже пишут, круто выглядят. Но они вообще не верят в социальные сети, вот что я там буду делать, какие-то хэштеги, подписчики, зачем все это нужно. Ребят, вообще нет, пожалуйста, используйте, сейчас такое время прекрасное. Вот, и вы видите плоды, как это все действует. И сегодня в студии я, в Радиоэнерджи, мы исполнили наш сингл с Мишей Марвином, поэтому все возможно. Как тебя-то найти в инстаграме, Маш? Найти у меня очень просто, Маша Кольцова, я очень активная. Ну, вас там много? Нет, нет, я сразу... Маша Кольцова одна? Первая, да, да. Вау! Маша Кольцова, я очень активный пользователь, пишу посты разные, веду там прямые эфиры. Ну, еще что, хватит рекламы. И, кстати, начинающие музыканты, певцы, ну, перепоете известные песни у известных людей. Это очень, как сказать, короткий способ себя показать. То есть вы поете их песни и их отмечаете. Если вы офигенно споете, они вас репостят. Друзья, пойдите наши песни ближе, пожалуйста. Да, песня «Ближе» пока в инстаграме у Миши Марвина. Она уже... На концерте у Миши Марвина. А потом уже везде, правильно? Спасибо, друзья, огромное. Спасибо, что вы выполнили данное всей стране обещание, записали песню, и из-за нее не стыдно. Ребята, поблагодарим нашу артисту. Спасибо большое. Спасибо огромное. Встретимся на концерте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok